Друзья мои, всем добрый вечер! Вы на канале Пиратская Жиз. С вами как сегодня ночик и лаванчик. Ребятки, у нас сегодня вкусный ужин. Смотрите, у нас сегодня на ужин рыбка. Рыбка запеченная. Вкуснючая, вкуснючая. Смотрите, какая красота. С картофельным пюре. Рыбку я сделала специально запекла. Сначала хотела пожарить, потом что-то придумала. Вот у нас тут уже трескает колбаску. Селедочка. Икра баклажанная, заморская. Такая вкусная там. Постелила новую скатерть от Василька. Точнее, это дорожка. Мне, кстати, понравилась. Видите, такая темненькая. Темненькая. Нужно испачкать. Ну, лучше не надо. А ван, кстати, попросил ему хвостик. Он почему-то очень любит хвостики. А я себе кусочек взяла рыбки. Там однокост. Да, вот поэтому он любит хвостики. В общем, всем приятным аппетитом. Пьем мы, как всегда, вкусняшку. Ой, что-то мы сегодня нагулялись. Она сегодня у нас маргарита. Да, она сегодня у нас маргаритом. Что-то мы сегодня прям нагулялись-нагулялись. Вот. И это... Проголодались прям. Так что мы сегодня кушаем рыбушку. Я сегодня заранее оставила. Она у нас разморозила. То есть, хотел сейчас переложить кусочек. Вот что-то у меня ничего не получилось. Ну, я прям оставила в фольге. Чуть подрезала. Крешку. Делал перешку. Хотела рис сделать, а у меня рис закончился, басмати. Что это перейдет? Да, тем более селедкой картошку, которую ты ешь. Она как раз под селедку. А ты ее уже схомячил. Вот, приятнее, прошло 2 минуты, Аван уже практически всю картошку сожил. Ну, как так можно? Все осталось. Все осталось. Знаю я тебя. Вкусная селедка взяли с пари. Ладно. Лень чистить. Кому-то. Ммм. И то, ты делаешь, у тебя лень. Хочу я-то. Да там. На. Э, у тебя мало. Ты так посмотрел, у тебя мало. Обделила. Обделила Ивана. Все красные. У нас на кухне сейчас жарко. Духовка работала. В общем, давай, чтобы твои штанышки носились долго, упорно, красиво. Вот мы вам сегодня купили штаны и белые тапочки. Белые. Ну, почти. Ой, я очень рада, что мы сегодня сходили сезли на могилу. Навели там порядок. Посмотрели, как там, чего. В принципе, все в порядке. Я переживала, малый дурчок. Теперь можно, как говорится, спать спокойно. А то всегда, знаете, такое, когда ты не можешь пойти и вот так проверить, то что там. Все какое-то переживание. Кстати, форельку сделали, которую мы тогда покупали на дорогой. Но сегодня больше парень, но опять это, намекает, типа, рыбой, что нужно, я говорю, да? Будет? Зовите. Пишите. Бить в полку. Ну да. Вкуснятие нам. Такую рыбу хочешь запекать? Хочешь жарить? Смотрите, прикиньте, завтра в ванну на работу. Все работаю, вы никак не отпекаете. Говорит, накаркала. Да, потому что ты каркуша. Задный. Да. Кар, кар. Да. Ну там надо кое-что закончить дела. Адену завтра штаны капом. Да, 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 да. А давай. Слишком много-то тут не... Красивый, красивый такой пойдет. все рыба огонь я еще немножко на надрезала в общем соль перец как всегда все хотя пожарить потому что поднял не стоит полчаса и все готово готовы на все так только на костяво чего-то рыб попался хорошо у меня сейчас обе морозилки забиты что рыбы что мясо когда я ем я воврем хочу что разговариваешь планетам это глухо не когда я ем когда ты не мог ложку возьми а ты тут ковыряешься любили это не что что ты надо ну так тебе же надо коктейль находить ну да без этого ты никогда стремимся на поднагаде стараюсь стараюсь от тебя все пришел опять улегся а я вам кричуару а я сам на чем прям устал так что на кухне случится челс честнг 3 раза на курсовое новое нечего и нечего безумия встану с собой чувствуешь что будучиал иди сюда но хочу пищал бы помогите у нас есть обучить на пике чин когда у вас что он чуть упал когда я упаду в эту же пути в нем не дарил бы все действительно чё-то надо да и просто так ты тут просто чего страдаешь страдаешь да пришел влёгся устал а я тут все готовь на край бедняжка да короче но спорта компания но если не помогаешь мне посидеть поговорить со мной конечно да шла тут старика зато трансмотать их груздай сразу анализы все свои печеночные надеюсь все наладилось что ужин у нас сегодня достаточно такой ранний обычный мы позднее уже нет хотел сначала пожарить передумал за том что сдавать на такой помягче рыбам короче вот так у девочки не помогать ничего не хочется случится со мной все помру что с тобой может случиться ну знаете вот старости это доживешь даже воды не подашь а я кулер поставлю кулер поставишь мне да ну хоть кулер поставишь спасибо у кровати я тебя тоже у кровати кулер поставлю бужина вот и будем пить на пару ну да руку другу свой кулер будет сейчас шикаришь ну сейчас шикаришься нужно голосовать скоро ты кого голосовать будешь пока не знаю за единороссов что ли за ядросов вот я говорю вот и будешь говорит до семидесяти пяти лет типа до пенсии догуливать я говорю ну вот понимаете вот если действительно они продлят до семидесяти пяти лет то по сути никому эта пенсия не нужна будет потому что средняя продолжительность жизни у нас в России меньше семидесяти пяти вот так вот у женщин семьдесят два года а мужчин сорок да ты что сорок ничего не сорок сорок что ты врешь не знаешь так скажи что за привычка такая фантазирует фантазирует у тех кто работают на заводах сорок сорок а что ты тут еще делаешь сгни отсюда сгни отсюда я исключение я тебя успела вырвать ну что тебе это прям так сильно сокращается да меньше живут буду точно рассказывать случилось откуда но это точно данные у каждой 3 каждый третий кто работает на военных за вводах и на варят ишемическую болезнь это такая штука на сердце не давали у вас там много таких случаев таких не очень приятно участились последнее время участились вообще это есть такое это было обследование всех кто желает получать что все еще не узнать больше 50 и тебе не надо лень сотрудник ты что мы тоже охрана этого от нас вообще другом местность это другой фирме это вообще хрен найдешь и те там не заводится честно вода блять каждый третий причем люди работают сами так или без выходных без проходных и прочее почему потому что понабрали кредитов раньше какая показала вот не открыли официально носился все москве и платили естественно больше а сейчас не напомню тогда спрашивали у соли блин слесаря что у разряда что этот самку ты не знаю вот там чем больше тем лучше не знаю вот после того разряд получал если выходить хотя бы ну не постоянно хотя бы иногда на штайке и 4 выходных месяц 2 раза выйдешь что 120 было хорошо но было нашим городом подать штуку все и взяли кто-то ипотеку кто автокредит думаешь так будет всегда когда завод и пришел на самокупаюсь зарплату резали а теперь смесли то то же самое получаю только 4550 слушай за раньше у нас вот до 90 не было никаких кредитов не было люди копили и покупали сейчас же мы живем мы покупаем те вещи которые нам не нужны на те деньги которых у нас нет мне очень понравилась эта фраза вот по сути знаете вот все работа смотрела презентацию айфона говорят же что он нефика практически не отличается от предыдущей модели давно мы не стали год до вкладывать датчик там потому что мы это оставили на следующий год нет я просто потому что на самом деле а сейчас все равно люди побегут покупать эти айфоны обновлять хотя по сути там ничего особо не обновилась потом желтым меньше на 20 процентов хотя самом деле даже это не заметно вот и соответственно люди а у вас перед новое расположение камер что все знали что у вас новый кредит да получается так что сейчас люди покупают реально те вещи которые в принципе может быть не нужны сиденья которых у них нет сейчас же доступность кривит пожалуйста вспомнил даже всем подряд дает именно так сейчас эти значит что телекой готов пока женщинка из показали мошенники у них новый вид вот в общем позвонили и тоже что там у вас пытаются снять ваш вклад здесь не просто карточка вклад вот сказать что там представить ночью там сложная схема в итоге они эту женщину развели на ее вклад она перевела на какую-то типа как это какой другой типа банк страховой еще одна куча чтобы страховать это из нее взяли кредит еще он 950 тысяч она мало того что 450 тысяч своих потеряла еще и в кредит влезло на 950 я прям удивляюсь насколько люди поддаются ну то что с гулялим а я тебе говорили что у нас людям безграмотным вот и я дружусь банка звонили регулярно как вот у мудриса вклад потерять лак мало того что деньги на этом на карточке такое это тупенька какую-то глюк типа надо перевести деньги с этого вклада на какой страховой банк туда-сюда по сути скажу секс это смотри женщина-то молодая наши возраста эти говорю как она повелась и главный сверков там понятно что они понимают ты не скажешь как менеджер одного из банков главный менеджер снила все все свои движения и отдала мошенник который в банке работает там там какой-то типа нера алюминическая программирована нет он такой неры и лингвистическая это нужно чтобы ты видел человек что чтобы ты видел чтобы тебя был лингвистическое то есть звуковая нет лингвист это это именно слова нет в конце концов у тебя деньги лежат ну блин сложно пойти ой прямо сейчас у тебя за пять минут все вновь их поснимают ты без денег останешься вся вся бы фишка в том что люди верят на всякие небылицы люди верят на самое плохое нет на всякие небылицы верят точь вон не если уверенно говорит точь вон нет то что он как звонил то что там там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля и так он все уверен это я могу сказать только одно ни один банк не будет вам звонить если у вас там что-то происходит там что-то пытается снять с карты что-то пытается там это что-то сделать да то есть вам не один банк будет звонить банк вам звонит только в одном случае втюхать кредит это постоянно это звонят это звонит из банка Все, что происходит с вашими средствами на карточке, на вкладах и прочее, банк по этому поводу вам не звонит Если у вас произошла какая-то сомнительная транзакция по карте, вашу карту просто блокируют И вам приходит смс, что вам нужно подойти по такому-то адресу, в какой-то отдельный Ты говоришь, как будто с собой такое было, слышишь, ты уверенный мой Вот давай людей тоже не вводи в заблуждение А чего? Ну, ничего У меня такое было Как это? В Таиланде Когда я пытался, я не предупредил банк, что я там буду денежку снимать Да, у нас такое было, когда мы... Мы когда с карточки снимали, вот, и, соответственно, это... Пришло уведомление к смс-ку сразу Что ваша карта заблокирована Да, 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 да Это когда мы за границей снимали А мы не знали тогда еще Что, если в Азию едешь, если в Азию едешь, то нужно предупреждать Не, именно в азиатские страны, что мы эту карту блокируют после первой транзакции Да Тут же Если вы не предупредили банк Ну, тут согласна, да Помню, помню Так что вот, нужно, как говорится, быть очень аккуратным Потому что, говорю, вот даже вот люди молодые попадаются на такой вот разводе Да сейчас просто придумать всякие сказки и, блин, вере И, блин, люди в это верят Являешься в легковерии людей Ну, вот эта фраза, знаете, мы покупаем вещи, которые нам не нужны На эти деньги, которых у нас нет Да Вот так вот Отдаем мы деньги чужие Берем чужие, отдаем свои Да Это когда кредит берешь И об этом нужно думать Ну да Поэтому мы вот кредитов в своей жизни не берем и нам, и живем спокойно Только на других людей Да Ну, другие люди Сами пускай платят Вот, ладно Ребятки, всем приятного аппетита Всем хорошее Мы сегодня молодцы Мы сегодня съездили, все сделали Вот, покушали Купили бы в ванну теперь штаны У тебя у нас модный будет Сейчас, кстати, надо постирать у тебя Демисезонный Демисезонный Капа Смотрите распаковку Вот, всех любим, всех целуем В виде следующих выпусках Просто что? Завтра у вас на работу Кто? Мы вас обманули Он, оказывается, не уволился Так что завтра его не будет Не хотят отпускать Не хотят Ценный сотрудник, да Порвали заявление в ванну Не отдам, не пущу Так и быть, говорит, отпустим тебя в отпуск Раньше времени Ну да Только это, оставайся Да Но, говорит, работай Вернись в ванну, я все прощу Работай, говорит Может, хоть пять, хоть шесть раз в год Идеть в отпуск Да Но работай Да, ну как-то так Ладно Всем спасибо Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok